Вопрос еще более опасный, вопрос такфира. Введение в ислам кого-то или выведение из ислама кого-то. Это не выдано на откуп прихоти человека, его настроению, его желанию. Это право Аллаха, творение рабы Аллаха. Если Аллах установил, решил, что это кафир, это кафир. Хорошо. Даже если это отцы наши, или это наши братья, или наши дети, или наши родственники. Если Аллах не решил, что это кафир, это не кафир. Нельзя называть его неверным. Какие бы деяния он не совершал из грехов, которые не доходят до уровня кафра, нельзя говорить, что он кафир, потому что это вопрос хукма. Вопрос суждения, который принадлежит решению Аллаха. Аллах решает, кого можно назвать кафиром, а кого нельзя. Кто мусульманин, а кто не мусульманин. Поэтому этот вопрос очень опасный. Вопрос с такфира. И опираться в этом вопросе на чувства, на эмоции, посмотрите, что он творит. Да он кафир. Посмотрите, что он делает. Да он мунафик. Опираться на чувства, на эмоции, на настроение, это очень опасно. Это очень страшная ошибка. Поэтому этот вопрос с такфира, говорит Шеху Саймин, здесь в Шархе он говорит, это еще страшнее, чем вопрос тахлиля и тахлима. То есть называть что-то харамом или халалем. Потому что отсюда вытекают очень страшные вещи. Потому что если человек объявляется неверным, отсюда вытекает очень много других хукмов потом, производных, которые описываются в главах, в книгах в вопросе ридда, вероступничества. Вероступник, у него есть что? Свои наказания, свои какие-то хукмы связанные с этим. Человек не будет хорониться в мусульманском кладбище, не будет совершаться погребальный намаз, не будет обмываться, не будут ему наследовать его дети. Не так просто это все. Субтитры создавал DimaTorzok